Весна 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 Смекалин Поручил главе администрации города Вячеславу Гнутову Удержать ситуацию на личном контроле В преддверии лета продолжаются благоустроительные работы Субботники также проводим в течение двух дней В соответствии с распоряжением губернатора 28-го проходит субботник на территориях Мы будем в среду проводить селекторное совещание Где конкретизируем все задачи А 29-го мая всероссийский Даже уже так скажем всемирный Экологический субботник Поэтому объемы работ сейчас определяются Они будут доведены по каждому муниципальному образованию После вопроса благоустройства перешли к весеннеполевым работам. Во всех районах области ведется подкорм козимых культур и работы, направленные на влагоудержание. А кое-где аграрии уже поступили к выставке равых культур. По сообщениям синоптиков, сильных заморозков уже не ожидается. Так что самое время. 12 апреля хозяйство Новоспасского района, а именно Агроинвест, заво Крупянщик Агро приступили к севу яровых культур. 17 апреля к севу приступили у Шиловская, Сенгилевский район, КФХ Латыпов, Старокулаткинский район. По состоянию на 21 апреля яровой сев произведен на площади 834 гектара. 1 мая тысячи горожан отправятся на свои приусадебные участки, чтобы внести свою лепту в аграрную жизнь региона. Тех же, кто останется в городе, профсоюз зовут принять участие в праздничных демонстрациях и митингах. Основные лозунги, которые остаются сегодня актуальны, за достойную работу, за зарплату. И жизнь. И Александр Иванович, буквально в последней селектора прозвучало возвращение тех лозунгов, которые были «Мир, труд, май». То есть вот та международная обстановка, которая сегодня есть, все-таки уже на это обращается внимание. А еще 1 мая в области начнут в полном объеме работать парки. В этот день подготовлена обширная праздничная увеселительная программа. Под единым слоганом мы в этом году делаем парк «Весна искусства». Каждый парк в этом году у нас становится тематической площадкой. Например, парк «Прибрежный цирковое искусство». Здесь будет организовано цирковое представление, шоу мыльных пузырей. Будут работать ростовые куклы и аниматоры. Во Владимирском саду тема изобразительного искусства. А кульминацией Дня Победы по традиции станет шерстью Бессмертного полка. В этом году оно пройдет с некоторыми отличиями. Парады и Бессмертный полк мы разводим во времени, не менее чем на час. Это первая установка. Вторая установка. Шествие Бессмертный полк должно в обязательном порядке пройти только по центральным улицам муниципального образования. И в заключение о здоровье. По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Павла Дегтяря, в области продолжает оставаться повышенный эпидпорог по ОРВИ. Ожидается, что он нормализуется, как только установится хорошая погода. Но здесь подстерегает еще одна опасность. С первым теплом люди устремятся на природу. На шашлыки. Врачам придется спасать жителей региона от кишечных инфекций и пищевых отравлений. В связи с этим Ульяновская правда напоминает. Праздники праздниками, но здоровье прежде всего. Берегите себя. Егор Тестов, Даниил Сурков. Новости дня Ульяновской правды. Новости дня Ульяновской правды.